всем привет вы на канале пользы от меня зовут сани здесь только быстрые обзоры долгие стримы разумеется вход на аппарат а это риме 9 мы записываем как всегда на риме 9 здесь android 12 версии здесь есть мини джек по большому счету у него внешний вид также как допустим one класс эйс и еще у чертовой дюжины рим мевских аппаратов поэтому это как сяоми когда ты покупаешь redmi ноут 11 про плюс 5g может быть даже еще и новые то они выглядят одинаково вот так же у линейки риме как у восьмой версии 8 про и подобным был одинаковый внешний вид вот бибики решил их клепать в одном корпусе с одной стороны это плохо потому что они одинаковые выглядят с другой стороны что у вас топовый аппарат хорошо выглядит что вот этот лоукостовый из плюсов у него разумеется это внешний вид разумеется это сборка разумеется это 90 герц понятно не 120 но и процессор то 120 его возит не всякий это что их везде пихают вы же понимаете что когда допустим беру пока f3 после своего one класс 10 про которая продал у меня разница от этих 120 герц просто космос потому что кто хоть раз держал в руках ван класс и дел же держал в руках с вами и двигал пальчиками хотя бы минуты три поймет о чем я вот тоже самое в дешевых аппаратах есть 90 герц и хорошо по большому счету 120 они мало где прорисуют играть на снимает он ну неплохо есть ультра ширик за что отдельное спасибо это безумно удивительно разумеется нет направленного микрофона и в принципе все потому что остальное я бы хотел чтобы вы узнали в обзоре смотрим сегодня вопреки всему несмотря ни на что я буду рассказывать вам о смартфоне который я очень сильно ждал почему потому что он начал продаваться в индии разумеется на алиэкспрессе его стали также выгружать разумеется стали также продавать на ли и я уверен что рано или поздно он появится у нас барабанная дробь это realme 9 был у меня на обзоре уже не уметь 9 а и дарил не 8 ай на раза 50 и все это где-то плюс-минус копипаста одного и того же но согласитесь намного проще запомнить realme 8 realme 9 realme 9 pro и подобное здесь у нас 90 герц здесь у нас amoled в принципе плохо что 120 нет ощущаете я уже говорю что 120 плохо нет когда кое-какие айфоны все еще на 60 но это лирика 108 мегапикселей камера snap 680 не особо он сильно бодрый но помним что это лоукост чуть чуть дороже двух сотен долларов по ссылке в описании можете посмотреть цену и поискать потом сами может быть дешевле найдете 5000 миллиампер часов батарея что из интересного вскрываю его если мы видим желтую упаковку значит это дешевая линейка realme дорогая у нас чуть-чуть другая но опять же относительно дешевые есть у них realme c35 он вообще до 10000 рублей стоил и к слову эти до 10000 рублей обзор был и они сделали еще что-то дешевле это realme 30 c30 я его пока еще не нашел где купить найду постараюсь купить расскажу не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи 13000 человек и скидок там уже 49000 плюс я там делаю эксклюзивный контент не такой серьезный но там тестирую в основном камера и рассказываю что и как по ценам по курсу и по возможности оплатить допустим киви с киви сегодня курс доллара 73 алиэкспресса 79 rmx 3621 глянцевый блок камер примерно такой же как и у всего потому что говорить что это только как у realme 9 а или еще у чего-то подобного нет бибики сейчас штампуют видим что направленного микрофона нет видим что нет инфракрасного порта но есть миниджек за это огромное спасибо просто плюс в карму помимо этого у нас довольно неплохой затемненный чехол без всяких там креплений дополнительных как любят кое-кто делать при том непонятно зачем потому что все равно 99 процентов людей в итоге отрывает стоит сишки эту защиту от влаги блок зарядки у нас обещали на 33 ватта и он и есть 33 ватта кабель для зарядки обещают кстати сканер отпечатков пальцев в экране и в бюджетниках это очень редко встречается очень мне интересно насколько хорошо это дело будет при этом работать я сомневаюсь что супер хорошо хотя опять же последнее время все девайсы даже в лоукости которые в среднем сегменте опять же в лоукости не встречал сканер отпечатков пальцев в экране они отрабатывают неплохо то есть алгоритм они дописали и барабанная дробь 180 то есть в принципе они не обманули обещали 179 вот так вы будете себя ощущать точнее выглядеть с телефоном 108 мегапикселей камера но я бы не обольщался почему потому что мы понимаем что смартфон с таким подбородищем с таким процессором вряд ли сможет вывозить как-то супер крутые фотки разумеется даже в китайской версии здесь есть русский язык по бэндам 7 20 по заявлению производителя на борту то есть по большому счету нам вообще не важно по моему здесь даже нет разделения глобала или чайна потому что google уже внутри и это не параллельный импорт просто real не делают все кроме айкью z чтобы можно было пользоваться где угодно как угодно и кто угодно мог использовать смартфон на своем языке с гуглами чтобы их больше покупали а когда вы подсядете после сяоми вдруг на что-то прилично от риме viva или ван класса будет довольно тяжело пересесть опять же если вы не пользуетесь какими-то супер топами у сяоми допустим тем же сяоми 12 про отличный телефон мы проверяем с вами ширину девайса 73 миллиметра высоту девайса 160 миллиметров толщину с блоком камер что нас больше всего интересует всегда 11,2 миллиметра и без блока камер 8,7 миллиметра помним что я все это дело проверяю с защитной пленкой олеофобка у защитной пленки хорошая насколько быстро сотрется посмотрим еще раз валентину спасибо огромное это человек который купил realme gt2 pro и снял с него пленку и при при этом он еще купил ван класс 9r и снял с него пленку тоже и сообщил что олеофобка на ван класс 9r не идет ни в какое сравнение то есть она великолепно по сравнению с realme gt2 pro кто планирует носить телефон и без получается пленок я бы на вашем месте сделал вывод смотрим розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуальны постоянные разумеется это 5 mi band of 6 серия разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео ежемесячно 30 числа на стримах но еще помимо этого разыгрываются наушники ванну его которые стоят больше десяти тысяч и последние sony вские 30 июля будут в розыгрыше обзора пока не было но скоро будет перейдем же к смартфону полетели приобрести realme 9 можно в черной белой и золотой расцветки дизайн является сильной стороной этого смартфона так как выглядит он не на свою стоимость а лучше вдобавок сборка как материала однозначно хороши тыльная часть выполнена из матового пластика как и рамка в руке без чехла как и с ним смартфон лежит удобно пользоваться одной рукой можно без каких-либо проблем материалы марки отпечатки остаются моментально на корпусе расположена кнопка питания качели регулировки громкости разъем юсб тайп си версии 20 что неудивительно два микрофона динамики один основной и один разговорный звучание здесь к сожалению моно хотя хотелось бы хотя бы в псевдо стерео иметь звучание для моно неплохое и технология real sound на борту инфракрасного порта также нет что неудивительно но есть миниджек за что огромное спасибо далее слот разумеется не прорезиненный но полноценный на 2 сим-карты и карту памяти но карту памяти можно запихать только до 256 гигабайт летим дальше real me 9 оснащен супер амолед дисплеем на 6,4 дюйма с разрешением 1080 на 2400 пикселей так называемый full hd плюс экран закрыт стеклом корнин горилла глаз 5 версии соотношение экрана корпусу приличное 90,8 хорошая бы сказал матрица экрана абсолютно плоская плотность пикселей 409 ppi что очень круто для такой цены яркость по неофициальным данным 1000 нит максимум опять же при автояркости при прямом попадании света на экран с включенной автояркостью яркости лично мне совсем слегка не хватает несмотря на это пользоваться смартфоном солнечный день можно и напоминаю что мы все заелись конечно после флагманов 1700 нет 1500 нет 1000 нет это более чем частота обновления экрана максимум 90 герц также есть на выбор 60 герц и авто герцовка скроллинг не совсем 90 герц по ощущениям но рывков или подвисаний у меня откровенных не было тач по заявлению производителя 360 герц тест на чисто дискретизации касание вы можете наблюдать на экране если отталкиваться от результата теста то можно предположить что смартфон не поддерживает тач на 360 герц но опять же решать вам чему верить рекламе или тесту 10 минк в наличии но его можно включить только в режиме разработчика это такой приличный файл почему потому что не каждый туда будет заползать шим на 100 процентах яркости 9,3 процента на 50 процентах яркости 52 процента на минимальные 24 на 0 и 12 показатели шима не лучшие но мне встречались и хуже к примеру у тех же самсунгов при активации 10 димминга особо показатели шима не изменяются автояркость работает прекрасно и быстро адаптируется под смену освещения под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок в настройках экрана можно включить функцию защиты зрения или настроить светопередачу что очень хорошо и удобно always on display на борту и вдобавок полноценный что хорошо далее мультитач на 10 касаний присутствует разблокировать экран можно при помощи сканер отпечатков пальцев внедренного в экран и распознавание лица сканер отпечатков пальцев работает не совсем корректно иногда бывают промахи и срабатывает он медленно опять же может быть дело в по расшивке и завтра будет все хорошо но сегодня только так расположили сканер к слову довольно низко что не очень удобно хотя опять же многие говорят что привыкают к этому даже во флагманах иногда так делают зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя распознавание лица срабатывает отлично даже под углом внести биометрические данные можно только одного лица подбородок внизу экрана есть и он средненьких таких размеров в целом экран неплохой для повседневного использования к примеру серфинга в интернете или просмотра видео его за глаза так как цветопередача хороший экран довольно четкий летим дальше процессору установлен qualcomm snapdragon 680 из техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами максимальная тактовая частота которого 2,4 гигагерца графический процессор adreno 610 интерфейс realme ui 3.0 на базе андроида 12 версии обновление прилетало сразу же но файл в том что при загрузке обновления процесс останавливается на 0 процентов и не движется такая проблема не редкость среди покупателей сброс до заводских настроек может решить эту проблему и не только этот способ на фобода достаточно комментарий по этому поводу но это тоже согласитесь не особо приятно когда ты получаешь телефон обновить его никак оперативная память lp ddr4x и доступна на выбор 6 или 8 гигабайт в настройках разумеется есть виртуальное расширение озу плюсом до 5 гигабайт все чаще встречается данная функция но по моим наблюдениям улучшения в работе устройства отсутствует я бы сказал даже результат не то что минимальная иногда в худшую сторону урил не допустим особенность иногда в некоторых аппаратах начинает тормозить камера внутренняя память с 2.2 это очень хорошо и на сто двадцать восемь гигабайт быстро она имеется поддержка вайфая 5 версии 5g сети смартфон не поддерживает что для нас практически не актуально если вы не живете в центре битера или москвы связь смартфон ловит отлично звучание во время разговора хорошие микрофоны как и датчик приближения не подводили вилл т и и вилл вайфай на борту что хорошо запись разговора есть но с уведомлениями о начале записи вибромоторчик слабенький настроить силу вибрации к сожалению нельзя bluetooth версии 5.1 и на все модуль присутствует из навигации на борту gps бейдоу галилео и глонасс gps тест среди высоток вы можете наблюдать на экране емкость аккумулятора 5000 миллиампер часов результаты теста писи марка на жизнь аккумулятора вы можете наблюдать на экране заряжается он с нуля до 100 процентов от родного адаптера питания за 1 час 8 минут беспроводной зарядки разумеется нет поедает за час просмотра видео на ютюбе по вайфаю на максимальной яркости при 90 герцах 14 процентов заряда за 30 минут игры world of tanks на максимальной яркости и максимальных настройках графики ушло семь процентов за час игры в геншин импакт на средних настройках графики при максимальной яркости улетает 29 процентов разумеется смартфон не предназначен для таких игр как генши на и также на минимальных настройках графики иногда проскальзываю подвисания к слову очередной раз напоминаю про колабу геншин импакт с сяоми они сделали покаацкие наушники о к геншин импакт посмотрите у меня обзор на канале у них очень классная подача я не говорю о том что они своих денег стоят потому что 4 версия стоит 26 долларов а эти в подарочной упаковке стоят 80 хотя это аналог версии 3 pro но это лирика продолжу о телефоне в более легкие игры такие как танки играть можно без проблем также тестировал realme 9 в игре стенд-офф в которой устройство показала себя хорошо смартфон не понижает яркость что отлично перейдем же к тестам тротлинг тест проходит стабильно 175 гипсов минимально максимально 197 и в среднем 196 гипсов на 100 потоков при 30 минутах в гикбенче пятом в сингл кори 380 мульти кори 1588 3d марк показал вайл лайф 451 вайл лайф экстрим 126 вайл лайф стресс-тест 444 вайл лайф экстрим стресс-тест 121 slingshot extreme 1335 slingshot 2111 в antutu выдал результат в 285 тысяч попугаев что вообще не особо радует потому что у меня психологическая планка в 300 тысяч и тогда я могу сказать что друзья этот смартфон будет жить у вас два-три года здесь не скажу сторож тест показал 32000 и это хорошо 45-минутный стресс-тест прошел неплохо со стабильностью смартфона все адекватно основной блок камер с тыльной части состоит из трех модулей одной лет вспышки основной модуль pro light на 108 мегапикселей с датчиком samsung h m6 сверх ширик на 8 мегапикселей с углом обзоров 120 градусов и макро модуль на 2 мегапикселя запись видео доступно максимальном разрешении с основного модуля 1080p 30 fps цифровая стабилизация как оптическая отсутствует на борту достаточно много различных привычных для нас режимов для фото и видеосъемки фронтальный модуль на 16 мегапикселей находится он в левом углу верхней части экрана максимальное разрешение для съемки видео также 1080p 30 fps короткие примеры вы сейчас увидите работы камеры в неприятных условиях и да если смотреть подряд несколько моих обзоров на тот же римми мне кажется что у вас будет ощущение что вы смотрите фильм день сурка если кто-то помнит надеюсь их сделают как-нибудь а вроде бы уже сделали кстати ремейк но я наверное его не смотрел если обращать внимание как дело это снимает все максимально экономно 1080p 30 fps и я вижу что в ночное время разумеется у нас не особо заметен rolling shutter возможно его даже нет но однозначно видно что шум на шуме и шумом погоняет если посмотреть на волосы то да нет отдельно они видны но сказать чтобы супер он снимал я не скажу однозначно почему потому что помним что это почти мега бюджетник меда говорит же бюджет не курил метод c35 это просто бюджетник слову кому интересны примеры съемок фронталок основных камер чего-то что сейчас уже продается довольно давно я хожу стабильно с разными телефонами ван класс 10 pro iphone 13 pro max и последнее что было это пока f3 на канале скидок я туда скидываю оля ролики ролики про информацию актуальную со скидками плюс новостные допустим чего-то мне вчера вспомнилось что опять же мощные компьютеры в сша еще в прошлом году не продавались была новость и так оно и есть некоторых штатах у них ограничение по электроэнергии это не новая новость как нам ее преподают то же самое почему alian в сша довольно выгодно было покупать на высоких ценах на видеокартах то есть у них мощные компьютеры в принципе смысла покупать нет их нельзя продавать там но это лирика это я не относится к аппарату риме 9 фронталка ночь и вот это лучшее что вы сможете получить потому что здесь есть еще какое-то освещение если вы будете без освещения снимать даже пример вставлять не буду потому что это будет одно сплошное мыло ролик у меня от этого в рекомендации попадать будет хуже нет ну в таком бюджетники ультра ширик это конечно шик блеск красота но напоминаю что ультра ширик ночью днем то не особо полезная штука ночью абсолютно бесполезная один сплошной шум как можете на паузу поставить и вот она основная камера 1080p что могу сказать хорошего ничего не скажу потому что гибло это дело примера вставлять для бюджетников в ночное вечернее время с недостаточным освещением еще и в движении почему потому что всем будет казаться что вы сможете снять лучше я вас разочарую возможно вы сможете чуть-чуть лучше снять допустим либо если будете стоять 1 2 либо более освещенное место выберите 3 если будете смотреть потом только на экране смартфона они хотя бы телевизора на 32 дюйма и 4 обязательно будете использовать стабилизатор ручной но покупайте докупать ручной стабилизатор к бюджетнику мне кажется что это высшая стадия ну вы поняли к чему это все автофокус на любимой гайке которая никогда не покорялась таким смартфоном с таким ценником что здесь молодцы прям вообще все быстро почему потому что скорее всего все таки можно было бы 4к 30 фпс разлочить с его мощами но в общем я не понимаю если честно такое маленькое разрешение для этого смартфона мне кажется он может лучше но по поводу когда кажется обычно крестятся сразу могу сказать и разумеется что неизвестно что с прошивками произойдет этим с этим смартом из интересного здесь как и во всех подобных риме постоянное желание у смартфона сгладить кожу то есть вот сейчас она отключена эта функция отключена в портрете так будьте морально готовы что любая портретная съемка попытка портретной съемки будет заканчиваться тем что он будет вам пытаться сгладить что-нибудь где-нибудь для чего для того чтобы была менее информативная фотография и ему было проще но если на пальцах то есть вроде бы это думаете забота о вас или о том чтобы его бренд получше выглядел нет это лайфхак для того чтобы меньше напрягаться еще одна хорошо мы знакомые моим подписчикам локации чем ее плюс в том что я всегда прохожу в одних и тех же местах с одним и тем же освещением и примерно в одно и то же время но сейчас как-то рано в пол второго но плюс минус то же самое то есть те же диоды и вы помните что происходит допустим со смартфонами в районе 150 долларов допустим при съемке здесь у них сходит с ума все и вся и плюс еще сразу это и этого телефона то что есть макро отдельный режим не везде он встречается к слову кажется что везде по факту нет и минус сразу сходу то что это является брендом bbk real me но здесь нет двухоконного режима в стоке а я к нему уже очень сильно привык и по идее опять же железо которое запихали вот сюда она может вывозить то есть может быть прошивка это дело допилит но когда ты получаешь смартфон и получаешь что-то что раньше получал от real me сейчас нет вопрос становится явным если брать и делать x10 максимум на 1080p ну вы увидите вы видите пятно это пятно часы на них цифра как вы предполагаете абсолютно правильно если снимать медленно в принципе вот снимать снимабельно и опять же вот они подлые белые ночи когда скоро мне придется тестировать в подвалах имитировать ночь где-нибудь там со свечкой потому что скоро я даже не знаю в какое время нужно будет ловить здесь чтобы можно было хоть чуть-чуть в 3 решим решим может смартфонов не будет будут одни наушники правильно к слову если будете включать режим ночь для фотографии первое он автоматически не определяет что ночь как многие дорогие телефоны либо среднего класса а второе здесь есть небольшой минус опять же у этого смарта то что секунд 8 он где-то в режиме ночь обрабатывает фотографию понятно что стоит там секунды 3-4 нужно в среднем 3 но ну вот вот так долго долго непривычно привык я что быстрее все работает даже бюджетниках но некоторые бюджетники работают при этом хуже все играю в хранителя подземелья опять экономят в переходе в мурина электричество на лампочках но может быть это и полезно если брать еще один интересный режим здесь улица для фотографии я вам скажу честно по мне он абсолютно бесполезен вот зачем его сделали я не знаю то есть наплодить 554 режима есть прошлый режим в принципе если руки оттуда откуда надо растут но вариант достал и сфотографировал с таким подходом не лучший не лучший лучше двухоконный режим добавили вот оттуда я вышел мер съемки фронталки это redmi 9 и насколько он отличается со своим 1080p от того же viva x70 pro plus допустим вот когда мы думаем купить бюджетник средний или флагман и денег у вас достаточно посмотрите в telegram канале скидок или взаимопомощи я выкидываю туда стабильно примеры работы фронталок и основной камеры что могу сказать неплохо с одной стороны с другой стороны понятно что нужно искать ракурс понятно что там где солнце там проблемы там где тень там проблемы и сложно поймать как раз то место в котором он будет отлично снимать с другой стороны для примеров вам достаточно а мне для выводов достаточно тестов я думаю вы понимаете что я скажу в резюме роя основная камера real me 9 и вот так он снимает в движении картинка чуть-чуть плывет немного с ума сходит стабилизатор но в целом диких претензий у меня к нему нет он делает все что может немного ультраширика очень удивительно что его добавили бюджетный смарт но он есть и кстати он не такой плохой пусть и съемка слегка рваная только посмотрел как этот смартфон делает портреты ну конечно пикселизации уровня бог как он вырезает голову оля оля попытка фотошопа хотя бы так немного основной камеры это если двигаться при том стараться двигаться плавно если встать то все равно съемка с легкими рывками но опять же все как у всех игру меня исключительно к мощи данного смарта и к тому как он обновляется претензии на данный момент немного видео с основной камеру еще сижу на месте такая съемка немного примера на гражданском проспекте в движении максимально стандартно и вот так фронталка в движении день и гражданский проспект и мне кажется что в тени здесь максимально комфортные условия для съемки для данного аппарата вы сейчас видите как его трясет если остановиться примерно так минусы touch по моему мнению не 360 герц нет и к порта нет стерео а точнее псевдо стерео показатели шима не радостные сканер отпечатков пальцев работает не совсем корректно вдобавок его расположили низко и нет стабилизации на основном модуле как таковой цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео она единственный плюс да конечно лояльно меня очень сильно не порадовало то как его нужно обновлять это конечно дичь первый раз я встречаю смартфонов это и я думал что это либо третий эшелон такое бывает либо у сяоми но риме серьезно нехорошо резюмировать я хотел бы нестандартно для обычно моего канала разумеется вам посоветую подписаться на мой телеграм-канал взаимопомощи и скидок потому что туда и сейчас выгружаю примеры роликов которых нет на ютюбе не будет допустим сегодня скорее всего я выгружу или вчера еще уже выгрузил обзор на viva в 70 pro плюс почему потому что производитель запретил мне его топить а это и один из немногих телефонов которые мне дали чтобы я потом вернул и плюс он был безумно поцарапан мне нельзя об этом говорить а ладно я не буду о нем рассказывать у меня будет viva в x80 про который я обязательно для вас если там есть айпи 68 потоплю расскажу что с экраном и по большому счету все старые модели как я всегда говорил во флагманах на них нечего смотреть почему если вы с ними ходите хорошо забыли на три года про телефон если вы с ними не ходите то и смысл я когда покупал x80 про он был дешевле чем x70 про с лирикой закончил риме 9 это дно то есть убить и кибуху много аппаратов от которых я был в шоке хотя бы той же внутренней памяти это римми c35 допустим он медленный но он похож на iphone 12 и у него у каждого аппарата у рим есть какие-то свои плюсы вот у риме 9 кроме как внешний вид и наличие миниджека плюсов нет почему потому что они туда запихали хлама процессор по-другому не сказать то есть когда у тебя 230 тысяч баллов в antutu при такой стоимости ты можешь благополучно сразу с телефоном покупать какую-нибудь лопату для того чтобы где-то через годик его закопать потому что он морально устареет так риме не делают можно было потратить на 5 10 долларов больше запихать туда нормальный просто хотя бы с тремя сотнями потому что меньше трех сотен тысяч баллов в antutu говорит о том что android пойдет у вас лесом вместе с телефоном и вместе с ваша оболочка они конечно оптимизируют все благополучным образом но точно не под что то что меньше трех сотен тысяч баллов и когда у тебя в руках смартфон за 140 долларов c35 либо что-то подобное c11 ты на на канале будет и после точнее он уже был и после этого ты берешь в руки смартфон который за 200 стоит и понимаю что у тех же риме есть за 200 плюс-минус той же цене что-то феерично фантазма горечная даже из прошлых моделей напоминаю я когда говорил о флагманах я говорил о флагманах а средне как я не говорил если вас пока f3 не доведет до состояния седины в бороде своим датчиком приближения то это идеальный вариант на низкой цене он был 17000 я с ним хожу да у меня бесит но опять же он меня бесит после ван класс 10 про а в целом телефон более чем адекватные быстрый и закончить я бы хотел тем что еще раз напоминаю подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи не спрашивайте там как у поддержки али киви еще чего-то какие-то вопросы из разряда какой курс пользуемся гуглом с одной стороны с другой стороны если что-то перестанет работать мы вам обязательно сообщим вы увидите там 1000 сообщений все пропало потому что на киеве сейчас курс 63 сегодня а на алиэкспрессе 72 и это вообще точнее 69 и 76 ну и все равно разница в 7 рублей когда ты покупаешь допустим мобильник до 1000 долларов она ощутима это раз и два еще раз кто не в курсе напоминаю потому что в новостях все время это пишут через одно место и мне наверно человек 200 уже написала саня какой порог 1000 евро то есть на 1000 евро вы покупаете девайс вы налог не платить и он действует до 1 сентября я думаю что это дело закончится надеюсь если это закончится значит с экономикой все хорошо если нет то во всяком случае 1 налог не буду платить на те телефоны которые покупают для обзоров вот такой вот выход и я возможно кого-то разочаровал возможно я что-то как-то неправильно сформулировал но девайсу однозначно нет добра и удачи вам дорогие друзья